Ай, какой аппарат приехал, ребята, не стыдно нифига, более того, я хоть и скептически отношусь к 308-м универсалам, не подавая что-нибудь седановское или джипоподобно, но то, что здесь творится, ай, сейчас расскажу. А хочешь узнавать про новые поступления раньше, залетай в телегу в профиле, урви сладкое, раньше не было. Первое, что нужно знать, автомобиль приехал только из Европы, раз. Второе, часто там пробеги какие-то космические, документально подтвержденный пробег с 40 с лишним тысяч, это подтверждено. Третье, кузов в идеале, вот эта белая ласточка, вот этот лепесток французского лотоса, как это назвать, посмотри, как смотрится. А я говорю, ребят, самый классный цвет в автомобиле это белый, раньше были такие стереотипы, что белый, белый, я не знаю, я обожаю белый, это самый дорогой цвет. Белый и черный, черный не очень люблю, белый обожаю, посмотри, вот тебе черное, вот тебе белые, черные колеса и светлые диски, смотри, как смотрится в общей композиции, а? Вот, но это еще не все. Здесь автомат, и не просто автомат, а легендарный автомат, бессмертный, это мы еще посмотрим в салоне. Отличная комплектация, 1.5 дизель и приятная цена для такого состояния. Ребят, 21 год машинки, два с лишним годика, ну это просто конфетка французская. Я был в шоке, когда к ней подошел, прикинь, два с половиной года машине ты получаешь практически там полный фарш, все, что надо. Вы не забыли про двухслойную оцинковку Peugeot, что вообще по барабану наша реагента, она не гниет в принципе. Места много, смотри, ткань комбинированная какая красивая, со строчкой, все аккуратно, нигде тебе не царапки. Я не понимаю, зачем покупать вот какое-то ламье, когда можно купить машину, на ней лет 10 ездить, следить, холить и леет, словно ты ее с салона взял. Вот, багажник 308, это понимаешь, это раньше была какая-то маленькая такая машинка, 307-я, 306-я, сейчас это полноценный универсал, который Passat'а уделывает, ты посмотри. Да, может быть по ширине не гигант, но вдаль, блин, он большой, красивый, везде ткань, никакого пластика себе, смотри, здесь нажал, все сложилось туда куда-то, да. Ну кайф же, ребят, ну кайф. А вот сейчас добивают узами, джокерами. Ты сюда такой сел, нажал на педальку, такой, джок, она, она жила. Не минимум кнопок, все, ребят, мы уходим в будущее, все управляется здесь. Тут, посмотри, какая панель, вот эти в разные стороны стрелочки, это смотрится, это стильно, мягко тут, минимально, вот вообще, самый основной быстрый доступ, все. Sport Eco 2 режима, и вот она, вот это вот расцеловал бы, да не дотянусь. Ребят, это самый надежный автомат в мире, это японский Asin. Вот круче него только звезды, отвечаю. Тут, все, смотри, вот бутылочку поставил, да, тут подлокотник что-то положил, вот так едешь. Рули эти маленькие рули, как я их обожаю. Кажется, ну что это за такое, но на самом деле это безумно интересно, привыкаешь, другого уже не хочешь. Глянется, как это уже мультимедиа управление, ну класс, ну дай жизни, дает жизни, басы классные, блин, потолок светлый, красивый, незакосный. Не, ну блин, уважаешь себя, бери нормальную машину, реально, чтоб не стыдно. Ну, после наших, понимаете, этот автомобиль не видел никаких изолент, колхозов, гаражей. Он обслуживался на СТО, вот он как девственный, как есть, ну нас же возьмешь, ешь твою мать, не знаешь, что туда лили, где там что засыпали, куда что крутили. Ну вы поняли меня, мужики, сам он BMW, куда какой провод, где изолента, хрен знает. Вот, наверное, один из самых лучших вот французов, которые у нас сейчас есть на продаже, это правда. За это состояние, ну прям не стыдно. Икона статуса, надежности и автомат. Забывайте вы уже про этот, про этот, дик, 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 чик, и едешь, все, оно.